Всем огромный привет, с вами Аркадий Романович и добро пожаловать на большой обзор рынка, позиции на будущую неделю. После шестидневного перерыва я очень рад записывать для вас очередное видео. Данный перерыв связан с очень плотной работой с трейдерами сообщества. Если вы помните, недавно я запустил новый проект торговли в американскую сессию, где мы не только открываем позиции, не только смотрим на графики, но и погружаемся, пропускаем через себя все моменты алгоритма входа в рынок. Причем те моменты, которые просто на обычном обучении не скажешь. Это конкретные сделки здесь и сейчас, конкретные моменты поведения, цены нашего собственного поведения, ну и конечно технического анализа. Кстати, если вы пропустили первую возможность записаться, то прямо под этим видео есть новая ссылка, можете пройти и подключиться на оставшиеся несколько недель до конца мая торговли в американскую сессию. Ну и конечно получите стратегии, по которым мы работаем в режиме реального времени. Сейчас мы с вами переходим на пару евро-доллар, фунт-доллар. Посмотрим на золото, если останется время, может на другие позиции. Я, честно говоря, соскучился, надеюсь, вы тоже. И мы с трейдерами за эту неделю проработали 20, примерно 25 часов в режиме онлайн, нон-стопом, анализируя, обсуждая позиции. Просто я прям полон информации и постараюсь дать ее вам дозированно и максимально структурно. Итак, евро-доллар, что я здесь вижу? Что я здесь вижу? Прежде чем я начну об этом говорить, контекст. Мы на этой неделе очень много внимания уделяли понятию контекста. Что значит контекст? Контекст это конкретный, запишите себе, это конкретное определение состояния рынка и относительно чего находится этот рынок сейчас, относительно чего находится цена. То есть контекст относительно тренда, нисходящее движение. Я бы не сказал, что тренд медвежий. У нас просто есть существенно нисходящий момент, четкое направленное движение вниз. Это контекст касаемо направления. Теперь мы придаем контекст уровня, ключевым зонам, относительно чего находится рынок. Посмотрите налево. Ключевая зона, поддержка, сопротивление, пробили, вернулись. Сейчас рынок тестирует. После того, как я определился и у меня появились некие выводы относительно состояния рынка и ключевых зон, я дальше перехожу к причинам покупки либо продажи. В данной ситуации, так как цена ключевой зоны, я планирую купить. Как я могу купить? Мы это называем случай для входа в рынок. То есть нам нужна... Вообще, что такое случай для входа в рынок? Это определенный набор правил, которые ты регулярно используешь. То есть этот случай. То есть в этом наборе правил первое, второе, третье, четвертое действия рынка взаимосвязаны. То есть первое, второе, третье, четвертое. То есть это определенный случай. Случай – это совокупность вот этих вот действий рынка, которые ведут к сделке. Действия по формированию паттерна, по отбитию от уровня, по пробою, например, и так далее, и так далее. То есть это совокупность условий. Окей. Рынок у ключевой структуры. Теперь как я могу вовлечься? Первое, что я здесь вижу, я могу использовать разные элементы нашей системы, нашей стратегии. Мы можем использовать опережающий паттерн, который называется Гартли. Возьмем самое минимум XAB. Это XAB потенциального паттерна Гартли. И он закончился здесь. Паттерн закончился. Как я могу вовлечься? Как я могу войти в эту сделку? Первый вариант. Я могу войти с руки. Это агрессивно. Второй вариант. Это как раз мой вариант. Консервативно. Как я могу войти консервативно? Я могу приблизить немножко график и продолжать описывать. Причем, коллеги, критичный момент. Ничего не надо придумывать. Не надо додумывать за рынок. Просто описывайте то, что вы видите на текущий момент времени. То, что представлено на графике. То есть, какая визуальная картина происходящего и насколько это... Внимание, запишите это себе. Насколько визуальная картина происходящего на графике соответствует вашей картинке. Критичный момент. Если визуальная картинка на графике, то есть текущая картинка не соответствует, вам нужно либо дождаться, чтобы она начала соответствовать, либо не входить. То есть, это не ваш трейд. Есть понятие вашего трейда. Есть понятие, это мой трейд или не мой трейд. Это не значит, что если цена всегда ходит, то должно всегда быть в движении. Ну, в каждом конкретном движении. Не упускать, нет, это невозможно. Единственное, что возможно, это быть stick to. То есть, прилипнуть практически. То есть, привязаться к своим конкретным параметрам входа. К своей картинке своего трейда. Сейчас я буду создавать картинку своего трейда. И если рынок ее нарисует, тогда я войду. Давайте дальше двигаться. Перехожу на 4-х часовой график. Что я здесь еще могу увидеть? Я начинаю описывать. Я видел на дейли графике, что цена у ключевой зоны и 3 дня топчется на одном месте. Я перейду на 4-х часовой и увижу. Внимание, это очень важно. Порисуем. Обязательно рисуйте. Рисование еще раз. Это визуальное. Не только интерпретация поведения цены. Но и для вас это каждый раз, когда вы рисуете, у вас вот здесь откладывается весь этот процессинг. Я понимаю, многие трейдеры, да и все трейдеры, все мы приходим с одной целью, заработать деньги. Но без процессинга, без вот этого пошагового алгоритма невозможно. Невозможно прийти к постоянству, к стабильности. Можно, конечно, зарабатывать деньги там рандомно, на всплесках и так далее. Но это все недолго. Поэтому рисуя, ты вот здесь откладываешь у себя, вот закладываешь точнее вот этот вот крепкий фундамент для дальнейшего своего прогресса. Я начинаю рисовать. Я вижу движение, коррекция, движение, коррекция. Новый лоу, новый минимум, коррекция, новый минимум, коррекция, новый минимум, коррекция. Новый минимум? Нет. Мы не смогли пробить, причем под закрытие пятницы рынок пытался пробить, закрыться ниже. Посмотрите у нас где минимум здесь. Но так и не смогли, под конец дня откатили. То есть у меня нет чего, у меня нет нового минимума. О чем мне это говорит? Это говорит мне о том, что рынок здесь что-то нащупал. что-то нащупал еще раз то есть какое резюме на обычно сейчас я немного не то что там облинился но раньше когда в самом начале даже сказал осознанной торговли я себе делал следующий память и резюмировал то то что я сейчас сказал я резюмировал более коротко то есть d1 допустим да и ты пишешь описание d1 там структура допустим да и допустим горки ты можешь себя добавить например но сейчас это один из пример аж 4 пошло описание на муж тренд написать какой например аж 4 нет нового нет нового нет нового минимума то есть это то что может говорить в пользу d1 то что ты один на поддержке есть карты и отсутствие волатильности то есть рынок утратил даже не волатильности отсутствие конкретного момента то есть посмотрите сколько четырех часов свечек на одном месте опять же таки только то что я вижу я описываю то что я вижу я ничего не придумал от себя я не обманываю самого себя обычно трейдер использует информацию там из других источников каких-то из мнения чужого или там из собственного какого-то архива да якобы того что рынок хочет что то что рынок точно сделает да опять ты пойдет точно туда есть такие трейдер это не в корне неверно потому что вызывает у тебя предвкушение ты начнешь предвкушать сделку отсюда ты ждешь только одного сценария конкретного или убеждаешь себя что нужно так сделать а на самом деле рынок тебе еще этого не дал или не не сказал того что можно это сделать то есть опускаешь основные правила и начинаешь руководство этим хотением нас в желании боязнь упустить что сейчас убежит соответственно я все это дело вижу теперь мне нужна техника входа на очень важный момент это техника входа как вовлекаться в сделку да я это вижу сумме с этого правда вы скажете что мне с этого н 12 как вовлекаться пусть так как я понял для себя картину я хочу понять как я могу вовлечься для этого я возьму дополнительный инструмент трендовую линию и нарисую ешь что здесь важно здесь мы тоже много говорили об этом трендовую линию и вообще с трендами линия есть большая проблема ноги притягивают ее за уши не надо притягивать трендовую линию за уши я люблю тренду которую просто натянул и все и сразу видно то есть она сама на тебя выходит и не надо там ее подправлять что-то из так такой наклон находить такой не надо я здесь вижу что рынок тестировал ее здесь здесь тестировал тестировал отбился и сейчас сострял прям вот у границы но можно чуть-чуть ее прям буквально незначительно идеально мы видим что рынок отбился и это как раз будет техникой входа более консервативно то что я торгую против этого момента мы несмотря на то что есть патрон картли поэтому техника входа выглядит следующим образом если опять же таки мы используем с вами такую модель мышления всегда причем то что я сейчас вам говорю все это дело от а до я мы прорабатываем каждый день то есть мы пропускаем все это через себя очень важно тогда ты это начинаешь понимать когда ты это сделал ты понял это это сделан ты понял соответственно если рынок пробьет на будущей неделе закроется выше экстрима то есть сделает новый максимум на после вот этой серии новых минимумов на рынок сделать новый максим закроется выше этой консолидации пробьет трендовый на графике h4 то да то тогда что тогда я буду ждать следующего отката к этой зоне и покупки в районе 120 119 800 я не знаю придет ли туда цена я не знаю пробьет ли цена я не знаю вернется что я делаю я создаю ту картинку которая нужна мне если она появится то я войду таким образом вы достигаете комфорта в своих позициях же вам должно быть комфортно это должно подходить тебе никогда не знаешь что сделать рынок ты можешь вот чем чем прелесть всего этого технического анализа ты можешь смоделировать свою сделку и когда произошло то что ты смоделировал просто использовать использовать вот эту модель или этот план для входа тогда тебе будет комфортно потому что ты это уже сделал то есть тебе уже понятно что что тебе дальше делать нет хаоса самбур и так далее поэтому если цена придет сюда сформирует сигнал на точнее даже не обязательно здесь сигнал формировать да в принципе я скажу чаще с руки после теста канала если цена пробьет за закроется выше вернется сюда это лонг стоп лоссы ниже вот этого минимум хорошие минимум очень хорошими или постановки стоп лосса цели на где ближайшая зона то есть то что я могу увидеть я здесь вижу минимум да я вижу здесь предыдущую зону поддержки на предыдущую структуру да абсолютно эта зона таргета в районе 121 это take профита еще раз все то что запишите себе использовать и торговать только то что я вижу то что я могу объяснить себе показать себе даже не объяснить а показать запишите себе то что я могу показать самому себе на графике это первый вариант есть второй вариант это сел да опять же таки в зоне фиксации профитов я могу искать продажи но пока до них еще далеко на цена должна войти цена должна войти и сформировать сигнал это более такое да это уже более слух не то что сложный трейд а еще нет никаких обе условий вообще здесь только зона все а здесь уже все готово кроме как пробитие на закрытие выше отката и потом уже поисков длинной позиции в общем это интересный вот один из способов один из вариантов как мы это делаем каждый день как в европу так и в америку только делаем на меньше графиках чтобы больше позиции было и можно было глубже копнуть еще несколько позиций и закончим золото здесь очень интересные то же самое мы переходим к с вами к понятию контекста в каком контексте сейчас находится да в каком состоянии находится золото да мы видим локальный распродаж здесь но в целом никакого и ты должен понять какая наиболее подходящая для этих кондиций стратегия то есть ты можешь использовать потрясающую стратегию она может не работать в этих кондициях мы должны использовать правильную стратегию одну из стратегий которые мы используем даже сказал систем потому что она более полноценная чем обычная стратегия это опережающий трейдер и мы здесь видим несколько опережающих паттернов у меня есть x есть и у меня есть . б который соответствует этой модели у меня есть . c но у меня нет точки d пока рынок пока сюда еще не пришел и не завершил нет никакой взаимосвязи даться на не обязана притяну если опять же ты строишь картинку своего трейда ели сна придет сюда в район 1324 за тройскую лунцу и опять же таки сформирует сигнал причин на вход это будет потенциальная продажа я вижу предыдущую структуру здесь здесь вижу ли нет да абсолютно это будет если не будет сигнала какой сигнал на кстати мне часто спрашивают что такое с в слабая вершина или с о слабое дно или там сложно слабая вершина эти все сигналы входят стратегию играть и ней и вы их обязательно получите к абонементу на посещение американской и европейской сессии обязательно все вот эти правила будут что в основном мы преимущественно ищем опережающие паттерны и паттерны свечни соответственно если цена сформировать быть целом здесь есть еще один паттерн это плата я не буду сейчас его прям рисовать я быстро здесь прорисую потом который называется бабочка обыкновенной трейдеры которые у нас торгуют по этим моделям они задают периодический вопрос ну вот как так здесь паттерн здесь под на какой принимать здесь не принципиально тут вопрос индивидуальных правил система построен таким образом не то что вот ты как это сказать то есть такая дубовая система который вот так и все система построен таким образом есть определенный фундамент и кирпичи ты можешь строить по-своему по-разному ставить так как тебе комфортно то есть использовать допустим на своих таймфрейм использовать на своих парах да то есть мне такое шiam railroad только на одном таймфрейме на одной паре использовать на используя с фильтрами допустим сигналán освещ strategy без фильтра вставится лимит и boy és ты можешь моделировать по своему как тебе комфортно под свою индивидуальность потому что вы можете использовать и там или приобрести самую лучшую систему стратегии но если она не подходит под вашу индивидуальность индивидуальность, то есть вы ее не то что не понимаете, а вообще как-то она вам не идет, не лезет, не нравится по разным параметрам, по разным причинам, да, то вы интуитивно будете искать путь на выход, как бы слинять с нее, это как, допустим, вы приходите на какую-то лекцию, которая вам неинтересна, или ее не понимаете, или преподаватель вам что-то непонятное разъясняет, да, и вам вы ждете скорее бы, когда прозвенел звонок, или когда бы уже закончилось закончилась сессия, да, ну я имею в виду, закончилась лекция, и вам скорее хочется уйти, да, и вы не желаете там больше слушать, вовлекаться, и вам не хочется это понимать, то есть система именно для того создана, чтобы вы могли, да, используя фундамент, вам не нужно уже там ничего сучить, нанизать, правила какие-то давать, нет, вы можете вот эти вот, да, какие-то штрихи делать под себя, вот это основная, основная цель, и на мой взгляд, это самый лучший вариант, да, самый быстрый вариант достижения результата в трейдинге. Поэтому первый вариант, если цена сюда придет, сформирует сигнал, можно шортить, никаких, никаких вообще проблем нет, да, если предусмотрен это план, у меня предусмотрено план, второй вариант, если я здесь, допустим, вошел, там получил лосс, или не вошел по каким-то причинам, не было сигнала, и цена пошла выше, следующий соус здесь при таких же условиях, да, есть еще один паттерн, он находится внизу, это паттерн, который называется Гартли, еще одна модель, очень хороший паттерн, да, очень распространенная модель, поэтому, если цена придет сюда, не нарушив, конечно, условия для этой модели, мы не знаем, куда она пойдет на открытие рынка и вообще на следующей неделе, да, то это лок с теми же самыми условиями, причем проблема в чем еще многих, которые, да, только когда люди приходят к нам, они же обращаются к какой-то проблемой, и чаще всего эта проблема выглядит следующим образом, даже при наличии какого-то метода, какой-то системы преобладает страх, то есть человек уходит от боли, да, хочет избежать боли, да, и получить удовольствие, как это выражается на сделке, я сейчас вам покажу, потому что у меня такое было раньше очень-очень много, то есть трейдер, допустим, ну вот здесь, к примеру, допустим, у него был здесь некий сел или там он вошел по какому-то паттерну, здесь, допустим, на покупку, да, или давайте на продажу, давайте на продажу, вошел, получил лосс, ну и говорит себе, ну окей, ладно, один лосс, ничего страшного, потом у него появляется другая возможность, вот здесь он входит и получает еще лосс, да, Потом у него появляется, ну это может быть больше, может быть меньшее количество Кому-то достаточно 5 лоссов, кому-то 2 лосса, чтобы уже там выйти из колеи своей Из психологической вот этой зоны комфорта И когда цена формирует новый сигнал для него, он такой стоит И вот в этот момент самое страшное происходит Ты начинаешь ёрзать, ты начинаешь думать, ты начинаешь сомневаться Потому что ты пытаешься уйти от боли Ты помнишь то, что ты сейчас получил лосс, и тебе не хочется снова получить этот лосс Ты хочешь избежать возможной боли, то есть свежающую память предыдущих лоссов И ты либо не входишь в сделку, либо если ты входишь, что происходит? Она начинает идти в твою сторону Не доходя до цели, начинает отбиваться, ты вот здесь от страха фиксируешь Ты фиксируешь из-за того, что ты хочешь получить То есть вот эта сама прибыль, это некое удовольствие И ты избегаешь боли, потому что если она развернется, ты получишь еще большую Тебе еще больнее будет, ты получишь третий лосс А так хотя бы два лосса и небольшая прибыль Но что происходит в этом? Ты убиваешь свое соотношение, будь то 1 к 2, 1 к 3 и так далее Ты убиваешь его вот таким способом Поэтому вот сколько я общаюсь с трейдерами профессиональными, там, американскими В основном уже в течение многих лет, которые торгуют там по 20, по 15 лет Все сходятся в одном, что нет абсолютно никакого смысла использовать соотношение Там один к одному и даже чуть-чуть больше Есть смысл использовать 1 к 2, 1 к 3, 1 к 4, 1 к 5 Тем самым вы не будете на себя сильно давить И вы будете понимать, что вам достаточно одной-двух хороших сделок И все это компенсируется То есть вы опять вернетесь в состояние психологического комфорта Потому что понятно, что когда-то несколько лоссов, это под давлением Особенно если ты начинающий трейдер, тебе еще сложнее Я прекрасно это понимаю Поэтому еще один важный момент, помимо всего этого, это сообщество То есть это люди, которые тебя постоянно поддерживают Люди, которые помогают тебе И у которых те же самые ситуации, те же самые проблемы возникают То есть нужно не только вариться во всем этом То есть вовлекаться в сделки Но и быть с теми, кто также причастен Переходим с вами на следующую позицию Это заключительная позиция на сегодня по британцу И мы закончим Итак, Британия, что мы здесь видим? Мы видим сильные распродажи Посмотрите, какие большие нисходящие свечи Мы пробили предыдущую зону Здесь очень простая сделка на будущей неделе Мы пробили, закрылись ниже, да или нет? Да, абсолютно Мы пробили, закрылись ниже уровня Причем здесь такая свечка формировалась, интересная И вот что важно Еще маленький момент Вот что здесь важно Мы активно наблюдали вот на этой свечке Пока этого мы еще не видели Мы активно наблюдали на вот этой медвежьей свечке Причем она такая, это свечка неопределенности, да? Ты видишь сильно нисходящие, видишь уровень, как хочется купить, правда? Но на что мы еще обратили внимание? То есть помимо всего, всех знаний Еще нужна большая концентрация внимания И иметь эту концентрацию внимания То есть постоянно находиться в этом состоянии Тебе помогут конкретные правила То есть конкретный случай Твоя собственная картинка трейда Твоя собственная картинка твоей сделки И когда ты видишь, что твои правила Или твоя картинка Допустим, вот твоя картинка Твоя картинка, да? И вот картинка рынка Рынка, картинка рынка Если ты видишь, что они не соответствуют друг другу То есть они не равны друг другу То ты не хочешь войти Вот то же самое здесь А что делают обычно трейдеры, у которых нет своей картинки? Они просто видят, о, уровень, о, сигнал, о, какой-то дожик, о, неопределенность. Сейчас, наверное, будет отбиваться. Точно, точно. Сейчас, наверное, отобьется. Давай-ка я куплю. То есть они начинают предвкушать сделку, потому что у них нет ориентира, нет константы какой-то, как бы им действовать в этой ситуации. Поэтому критичный момент. Создать, чем мы и занимаемся каждый день с трейдером, мы создаем картинку своей сделки, картинку своего трейда. Поэтому конкретно нужно понимать, как она выглядит. Вот это очень важно. И мы здесь ждали, мы видели разрывы, посмотрите, небольшие здесь разрывы. Мы ждали сигналы. И для нас сигнал, у нас был очень простой сигнал, это закрытие ниже максимум предыдущего дня. Мы закрылись? Нет, на Дейле так и не произошло. Эту сделку проигнорировали. Это очень важный момент. Это сильно помогает. И это помогает не то, что там у тебя там всегда прибыль, прибыль, там сумасшедшие, не за там 100% прибыли дел. Нет, это помогает быть в балансе, в комфорте с самим собой, со своими действиями. То есть, соотносить картинку своего трейда и картинку рынка. Если они не соотносятся, у тебя нет сделки. Все. Вот простой секрет, как работать профитно и как получать добры. Поэтому, если на будущей неделе цена вернется сюда, сформирует сигнал слабой вершины, сложен слабой вершину, мы, ну я надеюсь, мы с вами в том числе, будем активно наблюдать и входить в эти сделки. Все, коллеги, большое вам спасибо за внимание. Если было ценно, обязательно поставьте лайк, оставляйте комментарии. Я очень рад снова записывать для вас видео. И встретимся уже на живой торговле. Кстати, не забудьте поделиться этим видео, ведь вы можете многим трейдерам, если у вас есть знакомые, помочь. Используя эти даже видео, многие трейдеры, как минимум, перестали сливать и уже начали формировать свои модели, свою модель мышления. Но, конечно, этого недостаточно. Конечно, этого недостаточно. Все. Всего доброго и до встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok